Демография и миграция Казалось бы, в этом явлении нет ничего предосудительного, и такой процесс наблюдается во всех странах с развитой экономикой, с интенсивным развитием, но в современной России это явление почему-то вызывает неоднозначную реакцию. Один из главных вопросов, возникающих сейчас при такой интенсивности миграционных процессов, это проблема интеграции мигрантов и переселенцев в российском обществе. Причем наиболее активно этот вопрос муссируется в связи с интеграцией мигрантов-мусульман. Известно, что значительное число трудовых мигрантов и переселенцев составляют мусульмане из бывших республик СССР, ставших независимыми государствами. И основную нагрузку в деле их адаптации, интеграции, социализации их в России несут мусульманские организации, религиозные общины мусульман. Почему так получается? Приехавший в российский крупный город мусульманин, оторванный из своего уклада жизни, из своей привычной обстановки, сталкивается с массой проблем и подчас он испытывает шоковое состояние в новом положении, в новых для него условиях в чужой стране. И он начинает искать привычную среду, идет в мечеть, так же как мигрант православный идет в церковь, иудей в синагогу и так далее. Но, как известно, мечети в крупных российских городах, а именно они являются основными местами обращения и приема мигрантов, катастрофически не хватает даже для местных жителей, не говоря уже о мигрантах. Большинство наших мечетей построены для городов с вдесятиром меньшим населением, да и меньшей долей мусульман среди него. Поэтому мигранты-мусульмане в массовом порядке организовывают собственную альтернативную религиозную инфраструктуру, отгораживаясь от местных мусульман и делая процесс их интеграции в принципе неосуществимым. Таким образом, недопущение строительства новых мечетей прямым путем ведет к анклавизации мигрантов, минимизации их контактов с местным населением. Кроме того, нам ведь практически неизвестно, кто и главное, что проповедуют в этих альтернативных мечетях, молельных помещениях. А как известно, люди социально неустроенные являются самой благодатной средой для распространения всевозможных настроений, идеологий и проявлений экстремизма. У нас сегодня образуются замкнутые сообщества, испытывающие жесткий внешний прессинг, идеальная среда для возникновения и распространения любых экстремистских настроений. Мы все пытаемся найти примеры удачной интеграции мигрантов где-то за рубежом, в Европе, в Америке. Но ведь есть прекрасные примеры в истории нашей собственной страны, причем интеграции тех же самых узбеков, таджиков и киргиз, которые едут к нам сейчас. Например, в прошлые века в Западной Сибири, в Тобольской и Томской губерниях в массовом порядке селились выходцы из Бухары и Хивы, которые образовали интересную группу населения сибирских бухарцев. Сохраняя свою оригинальную самобытность, они смогли прекрасно интегрироваться в Сибири, слиться с местным татарским населением. Настолько, что император Николай II, проезжая по Сибири, специально заезжал в их аулы и видел, как адаптированы бухарцы и как они живут с местным населением. Известными представителями этой группы являются видный мусульманский ученый и общественный деятель царской России Абдурашид Ибрагимов и муфтии Духовного управления мусульман Азиатской части России на Фигуллах Азрат Аширов. Другие примеры интеграции мигрантов в мусульман можно найти в дореволюционной истории Нижнего и Среднего Поволжья, Южного Урала, причем проходило это именно через автохтонные мусульманские общины, а так как последние были в свою очередь интегрированы в российский социум, то вхождение все новых мигрантов в него было достаточно легким и безболезненным. В этом процессе интеграции мигрантов-мусульман через местные мусульманские общины имеется много условий, облегчающих эту задачу. Это и близость языков, татарского и башкирского с одной стороны, и узбекского, кыргызского с другой. Общность ханафитского масхаба, распространенного среди мусульман Центральной Азии с одной стороны, и по Волжья, Урала, Центральной Азии, Сибири с другой. Общим являются многие наши традиции, вплоть до того, что наши предки учились по одним и тем же книгам и у одних и тех же учителей. К сожалению, этот потенциал сегодня почти не используется. Все удачные примеры относятся к едва ли не к частной инициативе и не поддерживаются со стороны государства и общества основных благополучателей в данном процессе. Как известно, у мусульманских организаций, входящих в Совет муфтиев России, накоплен большой опыт в данном направлении. Мы давно и успешно работаем с мигрантами-мусульманами, причем в этой работе мы сотрудничаем и с духовными управлениями мусульман стран происхождения мигрантов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Ведется работа по созданию Совета муфтиев СНГ, одним из направлений, деятельности которого будет в том числе и активное взаимодействие с мигрантами, которые не должны чувствовать себя брошенными, покинув свою родину. Объединение мусульман на евразийском пространстве немыслимо без единства в формировании религиозных элит, которая исторически всегда существовала для наших мусульманских народов. Практически все религиозные организации, входящие в наши структуры, изо дня в день ведут работу по интеграции мигрантов. Ведут ее посредством проповедей в мечетях, лекции и организации курсов по изучению русского языка, религиозной практики и основ ислама. Имамы проводят беседы с мусульманами, приходящими к нему, а специалисты проводят консультации и оказывают правовую помощь. Формируем мы и пул экспертов, изучаем ситуацию. Так, в начале этого года вышел первый сборник альманаха «Миграция и антропоток» на евразийском пространстве, подготовленный нашим издательским домом Медина, в работе над которым принимали участие специалисты различного профиля. В этом альманахе мы анализируем различный имеющийся опыт адаптации мигрантов, накопленный в ряде регионов нашей страны и за рубежом, в деятельности различных организаций. Формируется образ мусульманина-патриота России, ее строителя, причем это положение распространяется и на этносы, являющиеся в настоящее время мигрантскими. Руководителем отдела по работе с общественными организациями и мигрантами Духовного управления мусульман Европейской части России осуществляется кинодокументальный проект «Мусульмане, которыми гордится Россия». Проект призван изменить представление о роли мусульман в истории России как среди самих мусульман, так и немусульманского населения, изменить образ противостояния «мы», «они» в сознании людей. Кроме того, Совет Муфтиев России особое внимание уделяет книгоиздательской деятельности. Мы сотрудничаем с Духовными управлениями мусульман СНГ, переводим и издаем книги на родных для мигрантов языках. В частности, в скором времени должна увидеть свет моя книга «Ханафитская акида» на кыргызском и казахском языках. Ранее мы издали серию книг для мигрантов из Кыргызстана, читаем намаз, жизнь пророка Мухаммада, основы ислама и другие. 6 апреля, два дня назад, в киноконцертном зале «Мир» в Москве мы провели большую культурную программу совместно с Кыргызстанским Духовным управлением мусульман и Советом Муфтиев России. У процесса интеграции всегда имеются две стороны – принимаемая и принимающая. У нас сегодня принимающая сторона не выражает стремления к принятию мигрантов, причем не только мусульман. Почему сейчас многие переселенцы русские из республик Центральной Азии в результате переезжают из моноэтнических русских регионов в регионы со смешанным населением, Татарстан, например? У нас все усилия по интеграции мигрантов пытаются ориентировать исключительно на самих мигрантов. Учим их русскому языку, пытаемся научить культуре, хотя сами не можем определить, что является культурой принимающего сообщества. При этом даже не пытаемся учить само принимающее сообщество стать именно принимающим. Россиянам самим необходимо научиться быть принимающей стороной. Все равно нам от этого не уйти. Восприятие мигрантов только лишь как рабочих единиц рано или поздно ударит как по этим мигрантам, так и по принимающему сообществу. Нам не должно быть все равно, о чем думают люди в оранжевых жилетках. Не подходит здесь и подход держать и не пущать. Для поднятия экономики нужны рабочие руки. К сожалению, россияне сегодня без трудовых мигрантов одни и сами не справляются. Значит, и в дальнейшем Россия будет принимать трудовых мигрантов. И без целенаправленной систематической воспитательной работы как с мигрантами, так и с принимающим сообществом нам не решить проблему адаптации и интеграции мигрантов. Популистские же безответственные заявления лишь усугубляют имеющуюся ситуацию. Продолжение следует...